Наиля Боброва почти всю жизнь ездила с супругом по военным гарнизонам. Женщина никогда не отказывалась от общественных нагрузок. На предложение стать старшей по дому откликнулась охотно. В своей работе видит главную цель, чтобы дом был образцовым и аккуратным. За это ее наградили благодарственным письмом главы Самарского района. Вот как-то проблем нет, потому что у нас уже сформировался костяк. У нас уже есть жители, которые буквально стоит позвонить. Мы сегодня выходим, поливаем, сажаем, убираемся или что-то еще делаем, кого-то поздравляем. И все вот так, в общем-то, нормально все происходит. Порядка 40 жителей Самарского района получили награды в честь Дня местного самоуправления. Это медики, представители общественных организаций, депутаты, сотрудники администрации, музыканты, старшие по домам. Те, кто в своей работе проявляет активную гражданскую позицию. Это люди, которые активно принимали участие в благоустройстве района, которые поднимали острые вопросы по ШКХ, и мы совместно их решали. Конечно же, сейчас стало популярной темой и очень нужной темой – это тема специальной военной операции. Будем поздравлять волонтеров, честовать их за их нелегкий такой атомный труд, за то, что они шьют вещи для бойцов и раненых, которые находятся в госпиталях. Администрация района тесно сотрудничает с Самарским духовым оркестром. Артисты тоже получили благодарственные письма. У нас есть много совместных проектов. Это и концертные программы в школах Самарского района, и патриотические программы, которые мы проводим для жителей района. И, в общем-то, уже такое сотрудничество у нас сложилось, что мы стали такими друзьями друг с другом и всегда поддерживаем друг друга на различных мероприятиях, помогаем друг другу. После церемонии награждения артисты преподнесли гостям музыкальный подарок. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.